Всем привет, с вами Юля и канал Пупероска. И сегодня у нас обзор на очередное очень любопытное устройство от наших друзей из Китая. А именно, минифит Макс Кит. Я все еще не понимаю, почему нельзя просто там Макс Фит назвать или что-нибудь такое. Я все еще считаю, что это Макси Фит, так что извините, если я буду его так называть. Но в нейминге наши друзья не сильны, а вот в хороших устройствах вполне себе. Если вы помните, то где-то год или даже полтора назад я уже делала обзор на минифит обычный. Маленький, самое маленькое устройство, 6 сантиметров. Так вот, это устройство, оно в два раза длиннее и в два раза интереснее. Сейчас мы об этом поподробнее и поговорим. Тогда я помню, я была в синем платье, в парке, на солнышке жутку грела. А сейчас за окном 15 градусов, ветер, облака, никакого солнышка. Сегодня 12 июня, День России. Это праздник, символ единения наций и российского народа. И в честь такого события мы, как всегда, подготовили скидки. Скидки будут такие же, как и всегда, 25% на все жидкости. Причем они будут действовать во всех розничных магазинах и в интернет-магазине Папироска РФ. На все предоплаченные заказы скидка будет действовать 25%. На заказы, которые вы оплачиваете при получении, 22%. Что, в принципе, тоже неплохо. Еще раз с праздником. Ну, если вкратце, то это тот же минифит, просто с увеличенным аккумулятором. Здесь 370 мАч, здесь 650. Все. Если вы знаете, что такое минифит, то вы можете выключать видео. Потому что опыт использования устройства, впечатления точно такие же. Те же самые картриджи сюда подходят. Различия просто въемкости аккумулятора. То есть, все. Но если вы не знаете, что такое минифит, то я вам сейчас расскажу. Итак, минифит это вот такой вот компактненький... 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 Ты же обязательно это вставишь, да? Спасибо. Итак, минифит это вот такой вот компактненький подик. В большой версии он уже не настолько компактненький, но в целом как бы аналогичный, я считаю. В новой версии он, конечно, приобрел какие-то более такие, знаете, общеподовские черты. Но в оригинальной версии он супермаленький. Просто супермаленький. Корпус устройства выполнен из алюминия. Также есть пластиковые вставки и несколько гравировок. Не скажу, что это прям произведение подовского искусства, но выглядит вполне себе нормально. Заряжается это устройство от microUSB и максимальный ток зарядки 1 ампер. Также на устройстве есть кнопка. Почему кнопка это хорошо, я, по-моему, уже объясняла, но расскажу еще раз. Самое уязвимое место в любом поде это датчик автоматической затяжки. Если он заливается, то его можно либо постараться как-то высушить, либо ему сразу же хана. Как и всему устройству, потому что эти датчики, ну типа, кто их будет заменять. Вот, поэтому наличие кнопки это очень здорово, и вы можете дополнительно выключить ваше устройство, если, допустим, вы его там на долгое время кладете в карман, чтобы у вас точно не произошло никакого казуса, потому что это все-таки поды, это не самая точная электроника на свете. Также на кнопке есть индикация, которая вам, во-первых, сообщит, включено ли устройство. Это очень важно, да. А также заряд устройства. Три точечки, чем меньше точечек горит, тем более разряжено устройство. С помощью кнопки вы можете включить-выключить устройство, кнопка Fire, также есть функция блокировки при четырехкратном нажатии на кнопку. У маленькой версии емкость аккумулятора 370 мАч, у большой же 650. Соответственно, маленькой версии хватает примерно на день парения, а большой версии мне спокойно хватало на полтора-два дня парения. Даже так. Вот, теперь давайте поговорим про картридж. Картридж на большой версии точно такой же, как на маленькой. В принципе, никаких больших отличий нет, но давайте все-таки посмотрим на него чуть-чуть поподробнее. Картридж емкостью полтора миллилитра. Здесь нерегулируемый обдув. Это вот три такие небольшие точечки. Но если вы хотите как-то повлиять, вы можете заклеить одну точечку, но это совершенно не нужно, потому что затяжка у минифита, в принципе, довольно хорошая. Как типичная потовская, только более уже близко к МТЛ, к альтернативе. Вот достаточно тугая, но не прям, чтобы всасывать все устройство вместе с всеми его внутренностями. Для заправки в устройстве присутствует вот такая вот пластиковая заглушечка, а под ней два отверстия, чтобы в одном вы заправляли, через другую выходит воздух, что очень удобно. Картриджи, кстати, бывают разные. Там, например, вот у меня сейчас это небольшая спиралька 1,6 Ома, если я не ошибаюсь. Также есть версия керамическая. Керамическая версия мы пробовали. Она такая же вкусная и живет подольше. Вот. В принципе, если использовать обычные жидкости, то есть там, я не знаю, обычные солевые какие-то фруктовые, то есть я имею в виду не супер сладкую выпечку какую-то с тяжелыми ароматизаторами, то, в принципе, хватает на неделю, может, чуть-чуть подольше. Ну, то есть, как бы обычный картридж. Вот. Керамического хватает чуть-чуть, но подольше. И, кстати, есть очень такой интересный способ перемотки картриджей. Если вам вдруг интересно, как перематывать картриджи на минифит, у меня есть подруга, которая прям эксперт по минифитам. Я видела, как она перематывает эти картриджи, делает она это просто филигранно. Так что, если вам интересно, я могу попросить либо ее научить, либо вообще ее пригласить сюда, у нас будет такая приглашенная звезда. Вот. Если интересно, пишите в комментариях. Ну, и последнее, наверное, про картридж. Это то, что он такой умеренно текучий, то есть он может иногда посопливить, но это не критично. В целом, картриджи прошли проверку временем и считаю, что показали себя с довольно-таки хорошей стороны. Кстати, про вкус совсем забыла вам рассказать. С момента появления первого минифита прошло достаточно много времени. В целом, уже появилось достаточно устройств, которые более вкусные, более там уже продвинутые. Но вкус, поэтому я могу их актеризовать как средненький. То есть вкус жидкости вы почувствуете, но не ждите там ранебаут. Как я всегда говорю, ранебаут это просто очень вкусное устройство. То есть, не знаю, мне кажется, сюда очень хорошо подойдут какие-нибудь супер перенасыщенные американские жидкости, чтобы прям такой бах вкуса. Но учтите, что с такими жидкостями картриджи у вас долго не проживут. Поэтому минифит, он очень хорошо подходит под какое-то, знаете-таки, повседневные нужды. То есть там повседневное парение не такое, чтобы там, знаете, смаковать жидкости, а чтобы все-таки насыщаться запрещенным на ютубе словом. Ну что ж, давайте не будем долго размусоливать, хотя я уже, но донесусь. В общем, если вам действительно интересна перемотка картриджи на минифит, то собирайте лайки, я как-нибудь постараюсь организовать вам эту авантюру. Ну а в целом про минифит я хочу сказать, что это уже зарекомендовавшее себя с очень положительной стороны устройство. Просто теперь оно чуть более, как-то сказать, автономное. Дольше держит заряд, ну и в целом других отличий-то, собственно, и нет. Ну и, естественно, размере. Вот. Если вам интересно устройство, которое подойдет вам на каждодневное, повседневное такое парение, использование с обычными вот этими повседневными жидкостями, то минифит будет вам очень кстати. Картриджи есть, картриджи доступные. К тому же устройство, вот большая версия устройства, она не сильно подросла в цене. То есть там, по-моему, отличается процентов на 30-40. Вроде как. Я могу ошибаться, но тут проблема не в ценах, а во мне. Вот. Ну а на этом, пожалуй, все. Не забывайте писать много веселых, смешных, развлекательных комментариев, ставить лайки и прочее-прочее. Ну а с вами была Юля. Пока-пока!